В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русл. Здравствуйте! Отшумели новогодние праздники с обильными застольями, самое время готовиться к пляжному сезону. О том, как стать самым красивым на пляже, поговорим с профессиональным тренером Андреем Жиним. Здравствуйте, Андрей Павлович! Здравствуйте! Андрей Павлович, вот самый, наверное, первый и самый распространенный вопрос – как можно похудеть быстро? Ну, прежде всего, хочу поздравить всех с праздником, да, потому что у нас все новогодние праздники прошли сегодня. Такой великий праздник считается, крещение, да. Но, если вопрос такой стоит, я не сторонник того, чтобы быстро что-то делать всегда, да. Любое дело, оно требует, ну, подготовки. И нужно здесь правильно подойти, выбрать правильный путь. Вот всегда говорю, когда к тренеру приходят, к грамотному тренеру, очень приходятся первые занятия у меня, они какие-то более информативные. Ну, как бы, с человеком разговариваешь, объясняешь ему, стараешься его, как бы, подготовить и, чтобы он пересмотрел свои какие-то, ну, может, неправильные взгляды на то, как заниматься, как строить вот свою тренировочную программу, как идти к тому, чтобы ты был здоровым и, как бы, результат был, ну, пришел. Он должен прийти всегда, но каждый человек, в силу того, что он, ну, будем говорить, в разной степени подготовленности, у него может быть результат у кого-то быстрее, у кого-то позже прийти. И здесь вот правильно нужно рассказывать все, показывать и на своем богатом уже опыте, непосредственно своей такой тренерской деятельности, ну, жизненный опыт, я же еще раз говорю, тут же все связано. Медицина, значит, диетология, значит, физические вот эти упражнения, биомеханика движений, построительство вот этого тренировочного процесса, это все нужно подать к человеку, и вот тот, кто приходит заниматься, он начинает переосмысливать, что ему нужно делать, как двигаться, потому что приходит, но раз задают просто наивные и глупые вопросы, что-то наслушались, что-то увидели, что-то сами как-то надумали, ну, далеки от того, чтобы, как бы, сделать правильные движения. Кто-то, наоборот, с рвением прибегает и хочет за пять минут там сделать что-то такое, получить какой-то результат, и это приводит тоже к плачевному состоянию. Через сколько результат? Вот уже поздно к пляжу готовиться, правильно я понимаю? К пляжу готовиться никогда не поздно, и вот сам вопрос, он такой странный, может, это где-то, ну, так вот, все же хотят быстрый результат, а я говорю, что когда приходят люди в зал тренироважерный, да, заниматься, и вообще, когда человек занимается здоровым образом жизни, это образ жизни, название правильное, будем, это, как бы, на долгие годы, на всю жизнь, значит, вы приходите, постихонечку начинаете осваивать. Если ты был когда-то в спорте, ты легче будешь осваивать все, и результат придет быстрее. Если ты никогда не был в спорте, результат будет хуже. Есть разные люди, да, есть у кого-то, ну, места уже такие, кто-то травмирован когда-то был, какие-то есть болезни, вот надо же это все обходить и учитывать. И здесь вот сегодня, правильно вы говорите, после Нового года, вот как в точку попали, как-то люди вот активно начали приходить заниматься в наш тренажерный зал, наверное, и везде в другие, может, секции, я не знаю, там, в городе надо смотреть это все, но как-то люди проснулись, может, уже устали от этого коронавируса, устали от всех этих дел, и вот начинаем спокойно двигаться и вперед идти. И, естественно, опять же, кто-то уже занимался, и он хорошо как бы знает этот путь, адаптируется к этим тренировкам, идет, ну, правильными такими шагами. А кто-то начинающий, мы стараемся его просто как бы ввести в это дело, чтобы тренажерный зал для него был как бы такой составной частью жизни, как вот ходить на работу, семья, здесь зал, помимо того, что он физически нагружается, и работают у него и все внутренние органы, и мышечная часть укрепляется, связки сухожилия, у него центральная нейросистема работает, разгружается от негативных нагрузок человек. Ну, все как бы здесь формируется, переформируется. Сейчас очень модно говорить, наверное, такое, знаете, какое-то слово вот вылетло из головы, значит… Перезагрузка. Ну, даже не перезагрузка, а трансформируется, трансформеры, вот эти вот мультфильмы, да, там фильмы какие-то, трансформируется человек в нового человека. И, знаете, опять же, если ты занимаешься спортом, занимаешься физическими нагрузками, ты омолаживаешь организм свой. Вот когда люди поймут это, вот сегодня, ну, как бы мы уже продвинулись хорошо в этом направлении, раньше было немножко даже тяжелее, с помощью вот пропаганды в интернете, в телефильмы везде, тренажерные залы все это вот показывают, это стало модным, девушки ходят, то есть спорт наш даже изменился, там, различные номинации разноплановые. И люди стали понимать, что это составная часть жизни, это как почистить зубы, там, как вот, я говорю, сходить просто прогуляться там на работу, то так и сходить в тренажерный зал на различные вот эти секции, это нужно сегодня, потому что это руманизированный сегодня мир наш, это в основном работа офисная, и, как мы говорим, офисный плантон. И я надеюсь, что в конце концов мы даже на государственном уровне будем принимать такие программы, чтобы в обязательной части люди ходили вот в эти тренажерные залы. И вот есть даже давняя мечта, чтобы в школу мы ввели, там, бодибилдинг в старших классах, потому что тоже необходимая часть, чтобы это уже такая закладка была вот этого фундамента, и в дальнейшем на жизнь она, как бы, давала вот это движение. И люди спокойно, как бы, занимались, и не было вот этого, как вы правильно сказали, рвения только к лету. Лето есть лето, лето – это хорошая пора, когда, да, ты уже там немножко себя подведешь, смотришь свое тело, поточишь где-то там и включишь там, как бы, дополнительные такие, будем говорить, движения дополнительные, и с диетой посмотришь, и тренинг немножко меняется к лету, потому что он становится более интенсивный и такой детализирующий, шлифующий, да, там. Но это, опять же, профессионалы легко к этому подходят, потому что, вот, например, я всегда смеюсь в зале и говорю, ну, я могу спокойно, там, вот, сейчас все новогодние праздники, я кушал торты. Вот просто доедал, девчонки не едят, я там, ем-ем эти торты, я говорю, и мне не составляет труда, говорю, убрать этот живот, который может вырасти, там, допустим, я могу просто расслабиться, потому что, хотя я уже возрастной, и в возрасте обмен замедляется, тяжелее становится. Ну, я говорю, тут просто спортивная часть, и ты, как бы, с помощью тренировок быстро себя выводишь на тот уровень, который, ну, более-менее такой, да, спортивный. Вот. И когда человек приходит заниматься, опять же, я как тренер опытный, да, я всегда говорю, ребята, вы можете никогда на сцене не выступать, что девчонки, что мужчины, я говорю, там, молодые люди. Но наша задача – разогнать обмен, сделать психологию у вас спортивную. Вот вы сейчас вот этим перебью, вот этим вот бодибилдинг в школу напугаете наших телезрителей, потому что вот когда люди слышат бодибилдинг и вообще что-то, связанное с силовыми тренировками, это представляется, что сразу-таки мужеподобные женщины перекаченные. Да, да, еще часть людей так и понимают, просто даже не понимают, что такое бодибилдинг, значение, да, раньше был культуризм название, да, там, строительство тела. И мы говорим тоже вот то, что дома вы пришли, например, отжимаетесь от пола, приседаете, там, просто без веса, там, в какой-то там делаете гимнастические какие-то упражнения. Это все и есть бодибилдинг, строительство тела, это все и есть культуризм. Вся любая физическая нагрузка, которую вы делаете, это и есть бодибилдинг, потому что вы заставляете работать, ну, ваше тело, ваши мышцы работают, развиваются. Ну, опять же, мы говорим, там же суставы работают, связки, сухожилия, внутренние органы, центральная неросистема, да, там, очень много, как бы, здесь все связано. И организм, ну, грубо говоря, человек себя формирует, вот то, что мы говорили, там, он трансформируется, он формирует, он заставляет себя, дисциплинирует. И дети, если они занимаются спортом, я всегда говорил, это дисциплина, это достижение цели, да, это формирование, ну, непосредственно уже человека, как бы, гражданина, потому что без спорта любая сложность, любой какой-то, ну, момент жизненный такой непонятный, это ребенка начинает, там, ну, или даже подростка, он бывает, что в такой ситуации, что там, ну, сложный, он сразу для него какая-то депрессия, какие-то проблемные такие зоны. А если ты в спорте, ты привык преодолевать себя трудности, всякие, ну, допустим, невзгоды, это очень сильно помогает, так что нужно это все в жизни приводить, так как бы делать. А что выбирать? Вот пришел человек в зал, все, вот он созрел, он понял, что надо худеть, надо строить свое тело к лету красивым, и что надо выбирать, силовые тренировки или аэробные? Можно вообще что-то одно выбрать, чтобы форму приобрести хорошую, красивую? Ну, вопрос понятен, но вот опять же, вот я услышал женскую логику худеть. У меня всегда вот женщины, когда приходят, мы приходим худеть. А мужчины не худеют, что ли? Ну, мне кажется, некоторым тоже там... Мужчины тоже некоторые приходят, потому что сейчас тоже мужчины стали такие, знаете, у нас женщины более мужского набирают, а мужчины более женского как бы сглаживания, это происходит во всем мире, да, потому что, ну, общая такая тенденция идет. Вопрос ведь не в том, что худеть. Опять мы говорим, трансформироваться, преобразовываться, да, становиться новым. Значит, ты пришел в зал, и у тебя задача перестроить свое тело. Значит, не похудеть, а именно сделать его качественным, красивым, мышечным, чтобы хороший был обмен, да. Что такое мышцы? Они дают обменную часть хорошую, значит, расход калорий тех же самых. И если ты худой, ну, вот как часто приходят, особенно там девушки любят эти диеты всякие, там, после шести не есть, еще какая-то дурь там, которая новомодная, там, не знаю, кто-то один сказал, говорю... То есть после шести можно есть? А нужно есть! Вы о чем? Конечно, вы должны кушать в течение всего дня. Вы представьте, если человек вот спит ночью 8-9 часов, и он не поступает, как бы, ему в организм питательных веществ, а организм же ночью тоже живет, тоже расходует калории. Мало того, если вы разогнали обмен веществ, и он у вас спортивный, вот, и как, допустим, я тренирую, когда людей, я всегда говорю, ребята, вы должны, когда вы, ну, прозанимались хорошо, позанимались, тренировка прошла у вас такая хорошая, 2-3 дня у вас еще повышенный обмен. Чем хорош наш вид спорта, потому что это такие глубокие тренировки, будем говорить, мощные, объемные. И здесь ситуация какая? Организм, когда у тебя повышенный обмен, он постоянно же ищет питательные вещества. И ты должен через небольшой промежуток времени что-то закидывать, как в топку, там, провозка дойдет, всегда что-то угольку тогда подкидывают, потому что, чтобы он двигался. Вот, а не так, как раньше было, что мы нас учили только, там, завтрак, обед и вечер, кушать и много наедаться. Ну, так жизнь тогда была такая, что человек, допустим, утром поел, пошел целый день в поле, да, в обед поел, 2 часа спит, там, когда солнце пек, потом опять до заката солнце работает. Или на заводе так же, ну, некогда было ему переедать. Сейчас мы в офисах находимся, фактически немножко можно подъедать, да, и затратная часть не такая. Вот, так что мы говорим, что за час до сна нужно поесть, но не тяжелую пищу, да, чтобы, если спортсмен, опять же, хорошего уровня, вот когда я занимался, там, на профессиональном уровне, то ночью через 3 часа буквально встаешь, там, 4 и что-то закидываешь, и опять ложишься, как бы, на автомате, потому что питательную часть надо, там, восполнять. Иначе организм будет поедать уже твои мышцы, да. Вот это, ну, это профессиональный немножко момент. А так, вы кушать должны нормально, вы не должны дурью этой заниматься, там, того не есть, всего не есть, потому что организм способен на какой-то, ну, промежуток времени небольшой, отказаться от каких-то, там, да, там, продуктов питания. Но потом он вас накажет, потому что какой-то болезнью. И, как заметьте, опять же, вот эти, которые все худели-худели бесконечно, они потом в двойном объеме набирали, как бы, и, опять же, не мышечную массу, а жировое депо у них, как бы, жировая часть, потому что организм так, ну, устроен, потому что он испугался, что все помирает, так, в простонародье, да, умирает, ему надо, как бы, застраховаться. И, опять же, мы говорим про похудение. Вот почему я говорю, что не проповедую похудение. Я говорю о том, что вы должны мышцами закрыться, у вас должен быть мышечный корсет. Это вся тема, помимо обменной части, это же еще и как доспехи ваши, защищающие, ну, костный скелет, вот эта, да, правильность нахождения внутренних органов, да, и когда вы занимаетесь, опять же, у вас внутренние органы, вся система у вас работает, как часы налаженные. Вот люди к нам приходят, которые разобранные, да, не занимались давно, там какие-то проблемы были, в жизни всякое бывает. Начали заниматься, и они прямо чувствуют, как они стали моложе, как они стали, ну, жизнедеятельность у них такая стала, они просто вот счастливые становятся, потому что у них все начало работать. Иначе же там где-то что-то сбои, где-то какие-то вещи, если вот лишние килограммы на человеке есть, ну, не мышечная часть, будем говорить, спортсмена, а именно вот жировая, то и внутренние органы жиром, грубо говоря, окружаются, они не работают в таком состоянии, как они должны работать, вот они жиреют. И человек начинает испытывать какие-то проблемы. Нет мышечного корсета, особенно вот недавно, еще совсем не так давно, было модно среди девушек этот так называемый попокач, все, попы делать, там, давайте попы, там, чтобы они были красивыми. Я говорю, девчонки, ну, попы, это нормально, но самое главное, когда вы приходите в зал, это спины ваши. Посмотрите сегодня на осанку тех же девушек всех, ну, не всех, но очень много, которые сутулятся, ну, из-за того, что они сидят там с этими компьютерами. И вот у них эти проблемы, эти триггерные точки болевые, которые по всей спине. Мышцы не работают, головная боль постоянно возникает из-за этого, какие-то еще проблемы. И как только мы начнем работать на мышцы спины, да, включать вот эти все упражнения, все это проходит, человек становится, ну, чувствует себя очень хорошо, и как бы забывает обо всех этих проблемах, и все. И опиратная сторона, если человек перестает заниматься, опять эти появляются те же самые проблемы, которые были, потому что мышцы атрофируются, проходит время. Почему? Говорю, что нужно постоянно поддерживать себя, заниматься физической культурой. И опять же говорю, нет ничего лучше тренажерных залов. Сегодня настолько это все хорошо, ну, как бы разработано, настолько хорошо это продвинуто, что мы знаем и имеем возможность воздействовать с помощью тренажеров различных упражнений на различные мышечные группы, да. Вот та же спина, она достаточно большая, и одни упражнения там на одну часть идут, другие на другую, и там много точек таких, на которые надо воздействовать, и каждый наклон там, каждое, допустим, упражнение есть на плотность спины, на ширину спины, да. Оно как бы воздействует и заставляет эти мышцы работать. Иначе бывает, если я так скажу, какие кошмары, что эти мышцы бывают, даже срастаются, там, знаете, хрящевая часть в костную переходит, там очень много, ну, там можно же почитать в интернете, посмотреть, какие есть патологии, какие вообще есть проблемы там, которые возникают из-за того, что человек просто не занимается. А есть абсолютное показание, что нельзя заниматься спортом? Вот есть какие-то болезни, есть какие-то у человека проблемы? Ну, понятно, что если человек имеет там инвалидность или что-то это другое, а вот, ну, внешне здоровый человек, ну, просто бывает, спрашиваешь, говоришь, вот мне нельзя заниматься спортом, мне нельзя в тренажерный зал, потому что там те же проблемы со спиной. Вот это правильный подход или нет? Не думаю, что со спиной там какие-то проблемы, и это проблема. Мы опять же говорим, что если мышцами мы укрепляем мышцы, то позвоночник ваш, как я всегда рассказываю, что это как река в гранитных берегах. Если мышцы слабые, это как песчаный берег такой, и русло реки может ходить в разные стороны. Проблема может быть большая, давление. Проблема может быть большая, это сердце. Главный мотор, будем говорить, его нужно беречь. Все остальные такие. Ну, конечно, есть какие-то болезни, которые, знаете, это уже по врачебной части. Но и сегодня врачи даже, мне нравится то, что они сами стали ходить в эти же тренажерные залы, и они тем людям, пациентам, которые приходят, они рекомендуют заниматься физической нагрузкой именно в тренажерных залах. И в свое время доктор Буйновский, это вот как бы наш локомотив тоже, который в медицину связал с нашим видом спорта. И был таким, и есть пропагандистом вот именно физических нагрузок в тренажерных залах. И это, говорю, очень, ну как бы, хорошо давало такой результат. Ну и на сегодняшний день, опять же, если больше будет таких же программ, вот как вы ведете, чтобы люди видели и понимали, что придя в тренажерный зал, они там прежде всего не столкнутся с каким-то таким, ну как бы непониманием, чужеродным миром. Что их там встретят, тренерский состав, специалисты, которые все объяснят, покажут, без каких-то, будем говорить, авральных моментов. Вот всегда я, знаете, как отличаются мои тренировки от некоторых там других людей, которые там ведут этот же вид спорта. Вот у меня девушки приходят после первой тренировки, она на второй день, ну так, дееспособна, работоспособна, у нее не разваливается это тело, ничего не болит, потому что я постепенно, потихонечку нагружаю, и организм как бы отзывается хорошо. Он как бы говорит, да, нормально, вот я себя хорошо чувствую, и функционально с каждой тренировкой улучшается. И потихонечку, потихонечку мы движемся вперед, а не так, что пришел отчего, и проблема возникает. Бывают неграмотные люди, которые дают вот такие нагрузки тяжелые, и человек пришел вообще разобранный, ему сразу раз, там, штангу на плечи, там, приседай, там, тяги какие-то делай, да, и, конечно, человек пришел домой потом, та же девушка, или там… И умер. Да, и неделю лежит на диване, да нет, и, конечно, весь организм сопротивляется. Да ну, нафиг собиралось там два или три месяца, и потом вот такой удар. И также идет вопрос по диете, вот как раз о чем вы говорили. Я никогда не говорю человеку, что ты не должен есть на первой же тренировке то, 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 там, три крупинки, там, пол яблочка. Представляете, 20-30 лет человек ел в одном режиме, как бы так вот, где-то, может, даже чревоугодничал, как говорят. И тут он пришел в зал, для него прийти в зал – это уже стресс. Он уже начал заниматься, это расход энергии, это ему надо формировать этот, ну, пристраивать этот организм, да, там. И тут ему, опять же, говорят, ты не ешь того, сего, третьего. Я говорю, это безумные люди, люди, не соображающие ничего в нашем виде спорта. Почему? Потому что это двойной стресс. Это человек не выдержит и просто заболеет. Он просто не сможет организм, ну, как бы, преодолеть эту ситуацию. Надо все постепенно. И я об этом уже говорил, что проходит время, и организм перестраиваясь спокойно, сам человек так смотрит, ага, вот как девушка мне приходит, там, через год, например, занималась, и говорит, вот я утром раньше ела, там, оладьи со сметаной, то-сё. Только, заметьте, она же не занималась, у нее же не было обмена такого, как она начала тренироваться хорошо. А тут у нее хороший обмен, она говорит, а я уже утром, там, мне даже этой оладьи не нужна, овсяночку там, там, знаешь. Все спокойно, все хорошо, в нормальном таком состоянии, без каких-то ненужных преодолеваний себя, понимаешь, заставлений, вот, чего-то того, что организм противится, надо спокойно идти, и, понимаешь, опять же, общение вот это, состояние вот такое, душевного такого, равновесия. Человек вот пришел, и я всегда говорю, что женам, которых не отпускают мужья, там, или какие-то проблемы возникают, я говорю, ну, скажите, на два часа, ну, час на дорогу туда-сюда, да, там, полчаса, будем говорить, в одну сторону, в другую, и час в зале. И этим мужикам, говорю, передайте им, он такие, мужьям этим, неразумным, говорю, скажите, что здоровая жена, это вам легче жить. Не дай Господь, если эта жена заболеет у тебя, это же все на твои плечи, да? Ты должен беспокоиться и заботиться о собственной жене, ну, и как жена беспокоится о мужа, да? Вот, и наши залы, это разгрузка, мы опять же о чем говорим, разгрузка нервной системы. Человек уже дома не цербер, хорошо придет за зал. Уже некогда, уже нет сил ругаться. Да, спокойная, уже спокойная, хорошо, и она, как бы, знаете, отдохнула, и всегда надо этих жен отпускать в эти залы, на тренировки, в общем-то. То есть часа, вот, оптимальная тренировка час, правильно я понимаю? Ну, да, 30-40 минут с, будем говорить, с работой, с тяжестями, да, или в тренажерах, там, со свободным железом, этого хватает, потому что мы делаем вначале, ну, как плановая тренировка идет, человек приходит, на кардио тренажерах, там, в основном, на дорожке пройдутся минут, там, 10-15, да. Ну, разминаемся, да, потом разминаемся, мы делаем гимнастику на все мышечные группы, потом занимаемся, пока человек еще, ну, в состоянии, да, там, клиент, как сейчас говорят, физически он еще такой, будем говорить, нерастраченный, он занимается с хорошими нагрузками, ну, в зависимости, опять же, от того уровня, какой человек пришел в зал. И потом, в конце мы там делаем пресс, и, опять же, на кардио, может, у кого-то сил уже и нет на кардио, в общем-то, это в 30-40 минут. А время какое? Утро, день, вечер? Вот когда самое оптимальное время для тренировок, когда лучше заниматься? Для каждого организма свое время. Есть жаронки, есть такие совы, да, и у каждого еще рабочий день, ну, как-то выстроен, да, кто-то в обед приходит, вот, жертвует обедом, хотя я тоже это против этого. Ну, обед есть обед, надо человеку покушать. Ну, вот приходят, занимаются, может, как-то человек успевает где-то еще там поесть после. Вот, и это на любителя, будем так говорить. Ну, есть определенные научные там доказательства, какой-то промежуток времени лучше для занятий. Ну, мы знаем, что даже великие спортсмены, некоторые, вот, там, Бойер Коя такой был в свое время, в 70-х годах выступал, в 80-х спортсмен на «Мистера Олимпия» в турнирах высших, да, он занимался ночью, там, с двух до четырех ночи, потому что он работал и учился, и, в общем-то, это, ну, как бы, сила воли человека. В общем, у нас, в общем, как организм у человека настроен, ну, где-то, говорят, с пяти часов, там, оптимальная работа с пяти вечера, вот, ну, вот, по, именно по состоянию человека, потому что кому-то утром хорошо, кому-то вечером, ну. А вот что касается спортивного питания, вот, спортивное питание в банках, вот это, его нужно, вот, допустим, не профессионалу, не человеку, именно спортсмену, вот, который просто ходит на тренировки ради того, чтобы поддерживать свое тело, поддерживать свою форму, нужно ли употреблять это питание, насколько оно полезно? Ну, вот, всегда, знаете, особенно приходят, когда дети, ну, подростки, и мамы их, ну, от незнания своего, они часто говорят такие вещи, говорят, это допинги, это, там, нельзя это все, я говорю, ну, вот, объясните мамам, что тот же протеин, или гейнер, это то же самое сухое молоко, да, ну, из чего оно и делается, там, да, из этого сыворотки, когда творог делают, обогащается витаминами, и это концентрированное питание. То, что в детстве нам рассказывали, когда космонавты в космос летают, и вот они, там, из тюбиков или, там, таблеточками этими подъедают, да, чтобы большого не было груза и объема вот этого питания, они концентрированное питание употребляют, да. И здесь такая же ситуация, значит, если вы не тратите много калорий, то лишние калории, они отложатся у вас в виде жирового депо, да, ну, в жировой части. Если вы тратите много калорий, опять же, занимаясь хорошо, то такое концентрированное питание, спортивное, оно вам в пользу, потому что вы же не можете съесть, допустим, ну, много количества, там, мяса, допустим, того же, там, риса, там, гречки, ну, вообще, вот такой, будем говорить, сложной пищи. Ну, вот это все такое, оно не страшное, оно нужное, и оно дает возможность восполнять вот эти затраты, и, как бы, на строительство вашему организму необходимые питательные вещества, ну, как бы, дополнять. Вот то, что по спортивному питанию, ничего тут сложного нет, и, опять же, говорю, гейнер, протеин, там, различные аминокислоты, сегодня, там, БЦА, там, употребляют, витаминную часть, это обязательно, витамины вообще обязательно. То есть вы, как тренер, подсказываете, допустим, люди к вам приходят заниматься, вы видите, какая есть проблема? Да, с витаминами обязательно, я сразу... Тут не самостоятельно, тут же нельзя себе самостоятельно, наверное, начать. Можно, можно, опять же, сегодня очень много есть вот этой информации в интернете, везде, да, сама суть в чем, я больше на витамины говорю сразу, потому что, когда человек начинает заниматься, как ни странно, вот при внешнем своем облике иммунная система ослабевает, потому что вся энергия идет на, ну, на самом деле, все силы идут на вот эту энергию потраченную и на строительство непосредственно тела, а иммунная система ослабевает. Я сразу говорю, поливитамины, там, литрококк-эстракт, купить что-то такое, чтобы держало иммунную систему. И поливитамины сами по себе, они что дают? Они дают энергию для организма, хороший обмен веществ и защищают иммунную систему, да, от внешнего фактора, потому что вроде человек большой и здоровый, очень сильные нагрузки, он, ну, как бы ослабевает, когда у него иммунная система, любой чих, любой там ветерок может он подцепить какую-то простуду, да, ну, как бы откат получается. И вот всегда говорю, что не забывайте сразу, как бы, а на севере у нас это вообще, на витаминах вы постоянно круглый год должны быть, потому что, ну, север, вот в наших условиях вообще человек, жить тут тяжело, и это, ну, знаете, за великие преступления при царе сюда даже не ссылали. Да, это точно. А если человек занимался и вот уехал в отпуск, там, ну, как-то, ну, там, я не знаю, какие-то были причины, пропустил пару недель, он теряет форму, или это все допустимо, это все нормально? Пару недель ничего не будет с тобой, вот ничего. Но если, конечно, жуткое солнце, и ты целыми днями на пляже, конечно, ты будешь худеть. Тут однозначно, как этот сам, на сковородке тебя будет поджигать, плюс ты же будешь купаться, ты будешь двигаться, ты будешь тратить калории, и это однозначно, ты будешь, ну, просто жировая часть будет уходить, да? То есть солнце, жир все-таки плавит. Я просто слышала вот эту версию, я думаю, что это шутка. Да, все, понимаете, лето, даже когда приходит теплое, вот теплое время, когда градус увеличится, как бы температура становится другая, уже ты начинаешь, то, что вы же, наверное, сами чувствуете, там больше потеть, там, грубо говоря, вот так вот человек, движение больше становится, воздух теплее, естественно, как бы жировой части меньше организму надо, и он освобождается от этого. Ну, как бы здесь все взаимосвязано, но бояться того, что ты там летом, тем более две недели пропустишь, но это вообще ничего не... Если ты хорошо занимался, и у тебя уже в системе, ну, никаких проблем. Даже до месяца, я говорю, там особо нет. Но если да, в жарком климате, тем более непривычном, приехал, ну, надо это все воспринимать как отдых для центральной нервной системы, для вообще организма, потому что любой отдых, вот, допустим, на Новый год, если вы не занимались, там, дней 10 или 2 недели, это не страшно, потому что вы просто, ну, как бы подлечили, там, микротравмы, которые все равно так или иначе во время физических нагрузок происходят, центральную нервную систему разгрузили, хорошо поели, и все, и вперед, дальше. И так же и летом, я говорю, летом вы поехали, отдыхаете, кушаете, плаваете, гуляете, походы, все, вы разгружаетесь, у вас впереди целый сезон, там, с сентября или с октября, май по этот, или по июнь, вы будете заниматься, естественно, с этими перерывами, и, опять же говорю, если тренер грамотный, если спортсмен уже, ну, будем говорить, спортсмен, да, тот, кто занимается долго, то мы примерно выстраиваем график тренировок. В основном люди приходят в зал, такой, в отдыхе, релакс, не совсем понимают систему тренировок, вот эти все циклы, там, микро, макро, да, и они вот занимаются, как бы, ну, пришел и позанимался, что-то поделал, я всегда говорю, это же неплохо, это лучше, чем на диване лежать, даже, там, смотришь, наверное, такие, как бы, особенно девушки одинокие, которые там ходят по залу, там, неизвестно, чем занимаются. Фотографируются, почему, неизвестно, чем. Ну, да, ну, вот, я говорю, как бы, я всегда говорил, критерии, когда ты занимаешься, ты мокрый, да, майка, вот эта мокрая, это критерий того, как ты занимаешься, но, опять же, нужно правильно выполнять все упражнения по механике, чтобы это все было правильно, правильно выстраивать тренировочный процесс, и тоже так, такая есть, такое понимание, что человек пришел в зал и говорит, я позанимался полтора часа, ну, и вопрос, как ты позанимался, потому что можно позаниматься правильно все делает, да, правильно нагрузаться, или вот такое, знаете, я иной раз говорю, стриптиз в зале, знаете, делают, ну, настолько неправильно все, если человек делает уже опасные какие-то такие упражнения, ну, для здоровья, я всегда подойду, даже независимо от того, что у меня клиент есть или нет, вот делает тягу, например, с круглой спиной, там, или еще что-то такое, ну, травмоопасно, и мне человеку этого жалко будет, это же все равно наш гражданин, он выпадет не только из нашего зала, он вообще выпадет, он будет потом... Да, на таблетках, на уколах, на этих, вообще, это уже не он пришел за здоровьем, а уйдет без него, и всегда подойдешь, подскажешь, потому что здесь вот так-так-так надо делать, потому что самое главное, пришли, обратились к тренеру, тренер вам все подсказал, рассказал, вы все эти навыки получили, и потом можете сами двигаться уже в жизни, ну, как бы в тренировочном процессе сами, это будет лучше, потому что скупой платит дважды, да, лучше потратить деньги, там, какое-то время в начале, освоить вот это все, понимание хотя бы начальное, и потом идти спокойно, уже преодолевая, там, те трудности, которые будут, но уже грамотно их, а не так, что методом тыка, и получив где-то травму, опять же, от незнания своего, и вот потом прийти, а, все, там, ну, бывает ситуация, не пускают ребенка в зал, а что не пускают ребенка в зал? Да, вот, жена говорит, муж ходил, где-то там занимался, и вот сегодня на диване лежит, там, на уколах на этих, но где он занимался, вопрос, у кого, вот, как он там травму получил, но сказывается, видите, на уже на детях, потому что подростков уже не пускают, вы что это же? Еще страшно, ну, женщинам страшно перекачаешься, да, вот это самое страшное, насколько я знаю, потому что там, ну, очень все боятся стать там такой... Да, это вот этот миф, этот, знаете, как бы... А вообще можно перекачаться в зале, вот если ты будешь постоянно заниматься, постоянно приходить, это реально вот стать перекачанной женщиной? Перекачаться можно в том плане, что ты перегрузишься, и перетренированность наступит, и ты заболеть можешь, да, это ясно, да, в том плане, что человек недовосстанавливался, и потом организм заболел, да, и получилось такое, плата называется, у нас там регресс такой. А перекачаться в объемах, я всегда говорю, ребята, ну, вот, ну, поймите правильно, без стероидной части, да, но мы же взрослые люди, говорю, никакие вот эти огромные объемы невозможны, гипертрофия такая мышечная, да, вы подтянетесь, вы станете красивые, спортивные, но сверхгипертрофированные мышцы вы не получите. Все профессионалы, которые сегодня мы видим там на турнирах, там в ютубах сегодня, да, больше в интернете, как раньше там в журналах, это профессиональный спорт. Там фармакология, там все, там серьезно все, да, и весь спорт такой. А любительская часть, вот вы протеины, правильно сказали, там, аминокислоты, витамины, какие-то вещи, которые там чисто поддерживают вас и дают возможность вам восстанавливаться, и вы занимаетесь непрофессионально, у вас есть работа, дом, там, семья, и вы приходите, себя поддерживаете, да. Да, у вас будет улучшение, да, вы будете спортивные, вы будете там атлетичные, но не в такой форме. А женская часть вообще больше жировой части по физиологии, и там вообще бояться чего-то, ну, не нужно. То есть попу тоже не накачаешь, получается? Нет, попу вы... То есть это обман, когда там нам всякие вот эти ЗОЖ-паблики советуют, ходите в зал, и ты там все себе накачаешь, чего не хватает, это тоже неправда. Раньше говорили, за пять минут вы сделаете пресс, если каждый день будете пять минут делать, вы там и показывают там профессионального спортсмена с кубатурой, да, там, с ярко выраженными мышцами пресса, да. Это все, знаете, от лукавого. Вообще фитнес-индустрия сегодня – это бизнес. И вы же сами видите, и залы, и атрибутика вся, и одежда, и питание. Это большой бизнес, если вот охватить всех, кто занимается. И все сегодня, естественно, те же спортсмены профессиональные, девушки, которые вам показывают различные комплексы. Я это часто вижу, когда приходят девушки, еще ничего не умея, и начинаю выполнять какие-то там упражнения замысловатые. Каждый рекламирует себя, как тренер, как инструктор, там, зарабатывают на каких-то там различных, будем говорить, там, выставочных моментах, на питании подписывают контракты, там, одежды, семинары проводят многочисленные. Это все понятно, но надо опять же понимать, что в основном те, кто это все ведет и продвигает, это профессиональные люди, которые занимаются профессионально спортом. И основная часть — это любители, которые в зале. И наша главная задача сегодня — не навредить, не травмироваться, а получать, ну, каждый день такую, будем говорить, зарядку, закалку, ну, будем говорить, состояние, когда человек получает, ну, релакс вот этот, освобождается от негативной части какой-то такой психологической нагрузки, и живет в гармонии, потому что, как Богом заложено, вот, развитие тела у человека, вот эта мышечная часть вся. Кстати, вот мышцы, они же, как бы, питают все в организме, и костную часть, да, и внутренние органы, кровоток идет. И если они плохие, они не работают, ведь даже сосуды — это тоже гладкие мышцы, да, и они постоянно должны работать. И у тренированного человека, у него все хорошо, и у него он мало обращается к врачам. Ну, в жизни все бывает, конечно, там, мало ли какие там заложены Богом болезни, и оно где-то может выстрелить, да. Ну, самое главное, что через спорт ты себя чувствуешь здоровым, молодым, подтянутым, и, опять же, внешний фактор этот меньше на тебя влияет. Ну, вот, все, что связано с этим, оно дает тебе только плюсы. Так что надо посещать тренажерные залы, ходить, будем говорить, вести такой здоровый образ жизни. Опять же, я говорю, совмещать это все с кардионагрузками. Вы сказали как-то, что лучше, там, силовая часть или кардио. Я говорю, вот совмещаем, когда в гармонии это все есть, то получается. У нас без кардио тоже никак, потому что сердце надо тренировать. Ну, вот, есть тренировки такие, используешь как кардио, просто меньше делаешь паузы и занимаешься. Но это, опять же, надо до этого уровня дойти. Но мы всегда приветствовали и лыжников, и у нас, кстати, много лыжников ходят, фактически. Они же тоже у нас занимаются, базовая часть у нас тренажерный зал. И футболисты, и хоккеисты к нам ходят, и пловцы все. Так что, ну, вот, сегодня вообще приятно, потому что... Я думаю, что все должны приходить в спортзал. У нас время подходит к концу, да. Я думаю, что вот мы на очень позитивной заканчиваем ноте. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, приходите к нам еще. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с профессиональным тренером Андреем Жиним о том, как подготовить свое тело к лету. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин